Мозговой штурм. Как собрать воедино все вот это и чтобы все это работало. И самое главное уместить его в том пространстве, которое у нас есть. Продолжение следует... Друзья мои, всем привет! Сегодня будет разбор полетов по сантехнической разводке. Сегодня я вам расскажу, что, куда, зачем и как. Поехали! Давайте начнем разбор полетов с осмотра того, что мы здесь имеем. Визуально мы наблюдаем многочисленное переплетение полипропиленовых труб. Эти трубы связывают все наши точки, которые находятся в ванной комнате и на кухне, с нашим коллекторным узлом. Сверху у нас, видите, синий индикатор счетчика холодной воды, чуть пониже индикатор красный. Это у нас счетчик горячей воды. Все вот эти вот два счетчика, как утверждает застройщик, они автоматически передают показания прибора учета прямо в центр учета показаний счетчиков. Конкретно я сказать не могу, это просто мне так передали данную информацию. Но также есть у него тут визуальное табло, которое показывает значение расхода воды на данный момент. Итак, давайте холодная вода у нас начинается, как обычно, с крана. Кран полуоборотный, далее после него установлен фильтр-грязевик тонкой очистки. После фильтра у нас идет обратный клапан. Он у нас обязательно устанавливается в любом случае, когда имеется водонагреватель, либо гигиенический душ. После идет грязевик, отстойник со сбросом, с очистителем. Вот такой вот вентиль, который предназначен для сброса грязи, который может накопиться в этом отстойнике. И также у него есть свой манометр, который показывает значение давления воды на данный момент в системе. После фильтра у нас идет вот такая вот комбинация редуктор, фильтр и манометр. Редуктор давления нам позволяет задать нужное нам давление в системе после него. После него установлен манометр, который показывает давление на данный момент после регулировки. Но если сопоставить два этих значения, можно регулировать давление, уже исходя от этих значений, показаний, которые мы визуально наблюдаем. Так, эти три фильтра, которые мы сейчас видим, они у нас 100% могут обеспечить непроходимость грязи, которая есть в системе, в нашу систему коллекторных узлов. Вот, в общем, такой коллектор фирмы ФАР. Коллектор фирмы ФАР у нас он идет комбинированный из четырех и трех вентилей. Каждый вентиль имеет свое название. Название можно задавать самостоятельно. У него есть вот такой вот шаблон названий. Тут, в общем, указаны все различные варианты, возможности. И с обратной стороны тоже есть. Там уже такая более глобальная этажность, много значений и показателей. Уставляем, какое нам нужно значение. Вот здесь у меня унитаз, раковина, душ, мойка, стиральная машина и водонагреватель. То есть, вот это все семь вентилей отвечает за свою точку в ванной комнате. Далее, ниже у нас идет уже счетчик горячей воды. Тоже имеется вентиль, фильтр, счетчик, обратный клапан. Также у нас отстойник с фильтром и манометр, редуктор давления. Ну, то есть, вся система у нас повторяется снова, так же, как и на холодной воде. Вот, единственное, только у нас добавился один кран дополнительный. Это кран для бойлера. Так как заказчик просто забыл про бойлер, взял редуктор с четырьмя вентилями, а нужно было его взять с пятью. Ну, ладно, ничего страшного, добавил я один вентиль. Как бы проблем в этом никаких нет. А здесь вот мы еще наблюдаем, какой термостатический смеситель. Это у нас смеситель для гигиенического душа. Ну, как обычно я устанавливаю, сейчас уже гигиенический душ сразу с термостатом. Термостат будет находиться у нас в шахте. Мы задаем нужное значение температуры. Вот здесь у нас выставлено 38 градусов. И все, пользуемся без проблем. После термостата стоит вот такой вот вентиль. Этот вентиль нам нужен для того, чтобы отрегулировать давление в системе. То есть не в системе, а в гигиеническом душе. Чтобы у нас не было такого выстрела воды, когда мы начинаем пользоваться гигиеническим душем. Просто отрегулировав давление, как нам нужно, мы просто спокойно его используем. Гигиенический душ у нас будет находиться здесь. Чуть позже я вам в другом видео покажу, как это все будет выглядеть. Так что обязательно посмотрите. Будет интересно, как он будет работать. Тоже я вам покажу. После установки данного крана. Обычно я не устанавливал. Но в этот раз заказчик попросил установить такой кранчик. Для того, чтобы отрегулировать давление сразу. Так, здесь у нас установлена инсталляция фирмы Гибрид. Тоже с подключения идет через коллектор. Ну в общем все значения, которые нам... То есть все трубы, которые здесь есть, они идут в каждой своей отдельной точке. Такая развязка у нас стоит намного дороже, чем просто однотрубная система, Которая частенько я ее использую. Ну так как заказчик сам решил себе вот так вот немножко усложнить жизнь. Но с одной стороны все выглядит стало гораздо красивее. Мне нравятся такие вот сплетения труб. Поэтому я с удовольствием согласился на данную работу, чтобы соорудить вот такую вот конструкцию. Ну что же будет работать эта система или нет, мы узнаем чуть позже, когда вся система запустится. Проверим ее, как это будет выглядеть и как это будет работать. Вы увидите уже в следующих видео. Кстати, водонагреватель у нас фирмы Электролюкс. Вот он такой. Регулировка у него происходит снизу. А температура у нас показывается сверху. Вот. Конечно это неудобно. Лучше бы она была тоже находилась снизу, чтобы не тянуться вверх и не смотреть температуру воды. Но он в общем у нас не цифровой, а механический. Задаем температуру механическим способом. Крутим, вертим, включили, выключили. Задали нужную температуру. Вот. Ну цифровое табло было бы куда интереснее, смотрелось бы куда приятнее. Но так как у нас все это механическое, так что пожалуйста, наблюдаем сами. Итак, в общем, обзор, разбор я произвел. Что, как и почему вы увидите уже дальше. Дальше в следующих видео я вам покажу, когда будет происходить запуск системы. И как это все работает. На этом у меня пока все. Всем спасибо за внимание. Следите за выходом новых видео. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok